Всем привет! В этом обзоре речь пойдет о совершенно уникальной по очень многим параметрам материнской плате EVGA X299 Dark. Уникальность данной материнской платы в первую очередь характеризуется тем, что она разработана специально для харккорных оверклокеров, разгоняющих свои системы для получения рекордов. Конечно же есть материнские платы под такие же задачи от других брендов. К примеру, основной конкуренткой является материнская плата Asus RockRampage 6 Apex, которая уже засветилась во многих мировых рекордах. Хотя я уверен, что ситуация была бы другой, если бы выпуск EVGA Dark был тогда же, когда вышли ее основные конкурентки полгода назад, но она появилась чуть более месяца назад и уже успела засветиться в 12 мировых рекордах. Начнем с внешнего вида. На данный момент многие считают самыми красивыми материнками Aorus, и я с ними согласен, особенно версии Gaming 7 и 9. Но лично для меня самая красивая это EVGA Dark. Она стильная, строгая, качество ее материалов на порядок выше, чем у всех остальных. От защитной кожи подогнан к материнской плате не на миллиметры, а на доли миллиметра. Сама плата немного шире, чем стандартная и выполнена в форм-факторе EATX. Очень удобным является подключение 24-пинного разъема питания, который повернут на 90 градусов. Это особенно актуально для больших корпусов, где блоки питания отдалены от материнок больше, чем в компактных. В материнке также имеется дополнительный разъем питания для PCI Express лотов, который актуален для конфигурации из более чем нескольких видеокарт. Кстати, на данный момент EVGA это единственный производитель материнских плат, который распаивает все PCI Express порты до 16 линий. Благодаря чему удобно конфигурировать слайни так как у всех материнок сугубо в конкретных разъемах. А как вам будет удобно? В результате вы не только легко разместите две видеокарты с массивными воздушными системами охлаждения, но и хватит места для широкого воздушного потока между ними. А вот комплектация меня скорее огорчила, чем порадовала, так как она была скудной как для материнки за 500$. Некоторые аксессуары считаю ненужными и лишней тратой денег. К тому же в комплекте шел так называемый визуализированный инструкция стол для тестов, винты и ножка для которой почему-то были не в сбакованном пакетике, а просто вставлялись среди аксессуаров. А также отсутствовала Wi-Fi карта, которая есть у материнки в полцены от стоимости испытуемой. Важным преимуществом этой материнки EVGA выделяет уникальный процессорный сокет, в котором используется на 300% больше драгоценных металлов, чем у остальных производителей, что улучшает проводимость, а соответственно и сигналы. Но насколько именно лучше, производитель не уточняет. Но сердцем этой материнской платы является не процессорный сокет, а ее система питания, которая состоит из реальных 16 фаз. А вот главной особенностью этой материнки является система охлаждения элементов системы питания. Это вам неубогие радиаторы из алюминиевых брусков, зачастую покрытые сверху пластиковым кожухом, мешающим охлаждению самих радиаторов. Это активная система охлаждения, которая состоит из двух радиаторов с множеством ребер, которые обдуваются двумя маленькими вентиляторами и одним небольшим расположенным на чипсете. Благодаря такой системе охлаждения температура в зоне VRM не поднимается выше 55 градусов во время длительной нагрузки, а по личным тактильным ощущениям температура и вовсе не превышает 40 градусов. Второй особенностью системы охлаждения этой материнки является активное охлаждение SSD накопителей форм-фактора M.2. У всех остальных производителей в лучшем случае вы увидите пассивное охлаждение в виде алюминиевых брусков, имитирующих радиаторы или просто жестяные плашки. Некоторые из вас, возможно, подумали сейчас про материнскую плату Asus TUF X299 Mark 1, но там вентилятор охлаждает только чипсет X299 и нормальных каналов для вентиляции SSD M.2 попросту нет. Кстати, сам чипсет X299 не такой уж и холодный и на тестируемой мною материнки Aorus X299 Gaming 9 он грелся до 60 градусов, а иногда и выше. А вот на EVGA Dark температура чипсета была в диппозоне 35-40 градусов. В таком же диппозоне была и температура моих двух SSD M.2, так как каналы подкожуха материнки настолько широкие, что я даже умудрился установить по одному маленькому радиатору на контроллеры накопителей для более эффективного охлаждения. Еще одним важным преимуществом является 12-слойная печатная плата. Это придает ей не только прочности и делает ее использование с большими и тяжелыми кулерами безопасным, но и увеличивает расстояние между линиями питания и шинами передачи данных, что с большей эффективностью исключает наводки и прочие негативные процессы во время работы. Одной из особенностей таких материнок является наличие функциональных джамперов, которыми можно настроить вручную конфигурацию различных портов. А у этой материнки один из таких джамперов еще и переключается между тремя полностью независимыми биосами, а сам чип с биосами можно без проблем заменить. Из внешних особенностей хотелось бы еще отпустить два индикатора. В других материнках это просто индикаторы посткодов, а точнее только один. Здесь же это мультифункциональные индикаторы, которые могут выводить в реальном времени не только посткоды, но и различные напряжения или температуры датчиков материнской платы. Что касается непосредственно работы самой материнки. Для начала это очень удобный и функциональный биос. По тонкости настройки наверное уступит только асусовскому, но мне он показался приятнее и удобнее. Очень стабильная работа системы питания помогла не только разогнать процессор 7820x до 5 ГГц, но при этом система оставалась стабильной. В играх и стресс-тестах, без AVX инструкции процессор держал стабильную частоту. Но в тестах с AVX инструкциями, к примеру, в LINX версии 0.7.0 у процессора наблюдался троттлинг. Хотя в старом тесте LINX версии 0.6.5, тест на 5 ГГц был пройден без троттлинга. Что касается напряжений в материнской плате. Есть три режима. Постоянное напряжение выставляемое вручную, адаптивный режим и авто. В ручном режиме материнская плата показывала идеально стабильное напряжение. Режим авто меня просто поразил. Он идеально подбирал необходимые значения напряжений и при этом в момент работы процессора без особой нагрузки снижал напряжение до необходимых 0.85 вольт. Аналогично работал и адаптивный режим, для которого я выставил среднее значение напряжения 1.3 вольта плюс offset 0.1 вольта. Также очень порадовала работа материнки с оперативной памятью. Оптимизированные 4 слота давали большую производительность, чем на материнской плате Aorus X299 Gaming 9. Немногие кстати знают, что для разгона памяти именно 4, а иногда даже 2 слота оптимальнее. Как результат этой оптимизации мой старенький 4х канальный комплект памяти Kingston HyperX Predator на 16 ГБ и XMP профилем частоты 3000 МГц взял частоту 3466 МГц, что не только дало прирост в скорости записи, чтения и копирования, но и уменьшивая задержка памяти при немного увеличенных таймингах. И кстати, здесь опять автоподстройка идеально угадала с параметрами. Ну куда же без минусов, и значительным таким минусом я считаю тот факт, что материнка не совсем дружит с накопителями SSD M.2. Точнее они работают замечательно, в винде определяются, сама материнка с одного из них загружает систему, но вот сам BIOS показывает, что их нет. Также минусом можно считать отсутствие специального программного обеспечения, которое помогало бы настраивать скорость оборотов вентиляторов или помп. Это можно сделать только в BIOS. Насколько я понял, идеология которую несет компания Evga в этом вопросе звучит так. Не позорьтесь программной настройкой, а будьте трушными мужиками и используйте реабасы для контроля оборотов. И в каком-то смысле я в принципе с ними согласен. Из утилит есть только программа E-Elite Tuning, которая помогает с разгоном из-под винды. Настройка только ручная, авторежима нет. Но и ее смысла использовать нет, так как все заданные параметры не сохраняются в BIOS. Закончу свой обзор на позитивной ноте, а точнее на реально достойной встроенной звуковой карте Core 3D от Creative. Я не аудиофил, и это единственное мое мнение в этом обзоре, которое можно считать субъективным. Но по моим ощущениям она лучше чем массово установленные Realtek'и. Хотя по качеству звучания она конечно же уступает внешним звуковым, к примеру такой как моя звуковая карта Creative Sound Blaster Z. По итогу тестирования данной материнской платы я сделал вывод, что хоть материнка и не идеальная, но те некоторые недочеты, что присутствуют, незначительны и не перекрывают всех тех явных преимуществ, которыми она обладает. Без всяких сомнений я могу сказать, что данную материнскую плату я считаю лучшей из всех когда-либо не только протестированных мною, а вообще в обычных для настольных ПК. На этом у меня все, до новых встреч.